В изоляции в 15 минутах от центра. Именно так о себе говорят жители улицы Стрелковой областного центра. Казалось бы, не окраина. Рядом улица Смирнова. До площади революции мэрии пешком дойти можно. А по факту идти придется большую часть времени грязными тропинками по плохо освещенным улицам. Надежда на благоустройство возникла несколько месяцев назад, когда владельцев расположенных здесь гаражей заставили снести постройки, возведенные на муниципальной земле. Жители мечтали, что на этом месте им организуют тротуар и выход на улицу Смирнова. Именно там все магазины и аптеки, а также остановки общественного транспорта. Но этого не случилось. Вся эта улица коммунальная, она заросла порослью. И мы практически, эта улица, она идет от улицы Смирнова до Суворова. И мы не имеем выхода на Смирнова, не имеем выхода на троллейбусную установку. Мы не имеем выхода к продовольственным магазинам и к аптеке. И вот каждый день наши бабушки, и вообще не только наши, вот знаете, два 129 квартирных дома, один 96-й и еще следующие дома, они пользуются вот этой дорожкой. Этот коридор между зарослями кустарника и забором бывшего детского садика, а ныне базы спецназа, жители называют труба. Это самое удобное из имеющихся в их расположении дорог улицы Смирнова. Даже днем она выглядит не без безопасно. Вечером вообще пройти страшно. Это ничего не освещено, и сколько бы мы не просили заросшие деревьями, и даже никогда зимой не расчищается. Там люди утопают по пояс в этом снегу. Но тем не менее, единственный выход вот к детским садам. Здесь два детских сада находятся. Водить детей вот по этой дорожке. Таких уголков в Иванове немало. Тех, до которых пока не дошли руки у городского благоустройства. И неизвестно, дойдут ли вообще. Всегда проще снести, чем построить. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.